сейчас я вам немножечко позатираю про палки у нас тут в походе блогер под рюкзаком набралось куча разных вариантов хочется сразу их все подснять и объяснить некоторые моменты ну начнем с того что здесь есть два вида кешевских палок это north face black diamond сплав и trump собственно очень интересно еще по фирмам подобралась так что можно сравнить достаточно топовую палку с достаточно бюджетные например это довольно интересно давайте начнем с того какие бывают зажимы как стать они здесь очень интересно легли это зажим клипсой для того чтобы открыть палку нужно отжать зажим и выдвинуть обращаю внимание что на палке существуют ограничители которые говорят где предел ну вот у трампа очень плохая краска моментально стерлась вот и все достаточно быстрая система минус неоднократные случаи были вот происходит вот такой удар об камне и у вас вот эта штука ломается это очень часто бывает поэтому плохо и вращательная система когда чтобы открыть нужно повернуть выдвинуть и снова закрыть по личному опыту могу сказать что такая система кажется надежнее и удобнее от удара она защищает однозначно лучше но если вот реально и честно сравнивать нагрузку по оси она держит гораздо хуже есть может быть дорогие системы но вот у представленных ну вот вот этих двух да они держат очень плохо кстати не совсем верно сказал вот у этой системы еще более старая система фиксации да наверно самая дешевая кешевская палка у нее как это правильно за спины выпадающие подпружиненные вот то есть нажимаете и он уходит когда вам нужно отрегулировать высоту она снова выпадает минус этой палки заключается в том что здесь есть регулируемые который вы выбрать не можете высоту то есть у вас есть фиксированный набор высоты на любой из этих палок вы можете сами до миллиметра выставить как вам удобно и это большой плюс теперь о количестве секций их существует несколько но самые распространенные это трехсекционные как мы видим здесь два замка и четырехсекционные как мы видим здесь три замка то есть причем это не всегда влияет на общую высоту потому что как мы видим вот сплавовская она четырехсекционная black diamond sky она трехсекционная общая длина у палок практически одинаковая ну пол сантиметра отличие давайте проверим разложенном виде сейчас я выставлю их под ограничителя ох вот кстати подпружиненную вот такое действие может сломать зажимную ничего с ней не будет хотя если есть система антишок конечно палка будет ушатана здесь два по 140 выставил теперь сплав 100 120 130 130 130 получается что если вот по задней части до их ставить по рукоятке то четырехсекционная сплавовская короче на сколько ну сантиметров тут 57 смысл ее делать четырехсекционную создавая в таком случае дополнительные коленя и соответственно соединение без понятия окей в чем у нас еще отличие палок существует помимо длины иногда материала кстати крайне не рекомендуется брать карбоновые палки они очень легко и быстро ломается алюминий наши все вообще палки это расходный материал сломались и и хрен с ними они стоят копейки вот это вот вполне себе неплохая палка она стоит 1400 рублей комплект пара я не считаю не такие деньги чтобы вообще париться теперь о наконечниках они практически у всех палок выглядят абсолютно одинаково победитовое основание которое как правило вделано либо в стальное либо в алюминиевое это самый один из самых прочных наконечников он дешевый достаточно и его требуется мало поэтому практически у всех палок даже у самых дешевых есть победитовый наконечник он выполнен в роли вот такой вот звездочки чтобы иметь лучшее сцепление например на льду вот он виде такой звездочки когда не смошенный либо вот пример сношного победита но все равно как бы в случае приложения усилий он все равно за счет длины вот этого наконечника куда-нибудь до воткнется не в камень конечно но в лед запросто вот пример самого дешевого стального наконечника здесь нет победита здесь вот крестовая такая вот прорезь которая на гладком льду ну по сравнению с победитом будет на порядок хуже имеет сцепление но вот по внешнему виду как выглядят эти палки но честно они стоят как будто там 500 рублей стоили пара ничего плохого не хочу сказать функцию свою они выполняют на каждой палки да вот мы можем посмотреть на этой или вот на этой у них есть резьба вот она для того чтобы можно было накрутить специальные насадки для сыпучих грунтов для снега то есть там зависит от того что вам нужно палки всегда этому практически всегда это идет в комплекте также на победитовый наконечник для транспортировки или для движения например по мягким грунтам вот как сейчас у нас трава есть резиновые наконечники убиваются они моментально стоит копейки и основание диаметра палок она вообще у всех одинаковая поэтому наконечник вам подойдет вообще любой может только у каких-нибудь особо оригинальных производителей такого не будет также в некоторых палках существует шок систем то есть пружины и когда вы бьете палкой в землю у вас происходит гашение ваших ударов так сказать амортизации но и среди представленных шока нет ни у кого давайте теперь я немножко позатираю как грид дропея ручках у ручек существует несколько отличий во-первых материалы да это у нас такой-то комбинированный композитная до ручка есть цельная ручка и все более у нас вариантов не представлено композитная может быть как вот так выполненная так и вот в таком виде на вот теперь от длинных ручек дать как мы видим есть короткая эргономическая есть короткая прямая ручка то есть она абсолютно одинаковая как ни возьми она будет совершенно удобно и есть удлиненные ручки эргономические для чего сделан удлиненный для того чтобы в холодную погоду палки можно было парой вот так переносить и не морозить себе пальцы потому что в принципе вот эта штука она выполняет роль чтобы вы не морозили все пальцы потому что все же нести вот так палки неудобно а вот так практически на центре массы ну вообще проблем не составит теперь о ручках ну эргономика это такая наука у всех она совершенно рука разная поэтому сказать что вот это удобно вот это неудобно нельзя на самом деле это советую попробовать в магазине вот у меня рука широкая мне вот black diamond удобен а вот трамп мне немножко маловато вот это вот вообще не подходит по моей руке нордфейсовская а вот кеша нормально о регулировках существуют вот такие варианты регулировок я так подозреваю что у хозяйки оторвалась оригинальная нет это вот оригинальная да темляк да обращаю внимание вот это оригинальная веревочка правильно называется темляком то есть сколько стоило это палка две штуки 2000 две штуки 2000 а когда вот это 1400 в этом году дальше темляк у нас здесь веревочный самый дешевый верх пластиковый классная функция этих палочек вот за счет того что у всех остальных здесь все гладко а здесь вот мы можем увидеть вот такие прорези палки поют когда ветер они клёво свистят такие очень приятные звуки прям вот музыкальной палки так что можно взять такую одну на рюкзак сверху повесить и будете всегда с музыкой приветрить и вот но ручки самые простые здесь как бы ничего не придраться вот второй вариант темляка у палок декатлон да тоже не самая удачная конструкция потому что здесь есть пряжка которая создает ребро которая может впиваться вам в руку в зависимости от того как вы возьмете то есть если вы возьмете вот таким образом да то получается у меня пряжка находится под рукой держать неудобно теперь о вариантов более продвинутых темляков которые используют другие производители есть темляки которые состоят из нескольких частей как бы к ну давайте нзм композитные темляки а есть однослойный фишка в том что эти проще отстирывать быстрее высыхают случае намокания и меньше весят такие темляки они тяжелее дольше сохнут быстрее набирают грязь но зато у них у всех есть дополнительная прослойка до которая вот создает повышенное трение сцепления и также более комфортным нагрузку позволяет на ладонь поставить на руку также вот например у блэк даймонда мы можем увидеть здесь на темляках написано на обоих палках left это и нас другой написано right то есть здесь специальные эргономические темляки которые подходят под определенную руку если берешь их другой рукой неудобно и некомфортно здесь он вот прямо специально под руку сделан конечно стоит эти палки космос все палки имеют регулировки по длине темляка чтобы вы могли под свою руку отрегулировать есть вот такого плана до который самозатягиваешься в одну сторону их натягиваете и когда вы даете нагрузку он затягивается чтобы поменять общую длину вам нужно двумя потянуть и потом аккуратненько обратно вытащить хвостик вот так вот потом нагрузили все зажалось все самозажимающаяся система она у всех присутствует она у всех реализована только у некоторых в разном виде то есть здесь вот и не знаю сейчас попробуем показать видно вот верхняя часть вот он тоже подвижно самозажимающийся здесь вот то же самое удобная быстрая регулировка когда вы понимаете как это работает он тоже то все делать очень просто есть одна добавочка про палки black diamond который не смог в полной мере оценить когда снимал в первый день но вот спустя несколько дней активной ходьбы по горам вскрылся один момент как я уже говорил что на палках написано left и right то есть левое и правое это сделано из-за темляка и фишка в том что этим темляком удобно пользоваться только вот так как оно написано если вы в запаре когда у вас ветер дождь хреначат и так далее случайно возьметесь левой палкой в правую руку да вот для примера вначале кажется все нормально но буквально через несколько шагов вы почувствуете дискомфорт в кисти потому что реально очень неудобно держаться но стоит вам только поменять руку и темляк ложится просто как влитой это вот настолько эргономичного темляка я еще не встречал но вот момент что как бы очень неудобно если вы случайно поменяетесь или перекрутитесь то есть следить надо за этим довольно конкретно какая палка лучше блин ребята не могу сказать потому что они все палки они разные они все подходят под разные нужды они имеют разную стоимость и разную разное назначение потому что есть палки для скандинавской ходьбы есть палки для каких-то там для альпинизма немножечко узкоспециализированные есть вообще убогие палки камп я не понимаю как люди ими пользуются но это отдельный разговор в общем главное помните что палки нельзя жалеть они разгружают вам коленные и тазобедренные суставы помогают подниматься контролирует ваш спуск позволяет не упасть если вы оступитесь на каком-то камне поэтому экономить на палках не стоит но вот честно переплачивать за бренд ну наверное я бы не стал бы поэтому пределах двух тысяч можно купить двух с плана от двух до трех тысяч можно купить хорошие надежные палки которые без каких-нибудь экстренных ситуаций прослужит вам несколько лет или спасут когда-нибудь вам жизнь помните что это расходный материал а вон там вылез кто-то помаши ручкой все я алексей подписывайтесь на канал рассказывайте друзьям ставьте лайки байк